Ну что ж, начинаем традиционную предсезонную пресс-конференцию. Добрый день, уважаемые корреспонденты, пишущие и снимающие. Очень приятно, что вы нашли время пообщаться с нами по итогам прошедшего сезона и в преддверии нового сезона. Буквально в нескольких словах хочу отметить, что, наверное, прошлый сезон был одним из самых лучших в истории футбольного клуба «Краснодар». И скажу так, что мы стараемся и в дальнейшем продлить ту игру и тот результат, который был показан в прошлом сезоне. По плану, который мы разработали после окончания сезона сборы, прошли по тому заданию, которое дал главный тренинерский штаб, без особых травм. Можно сказать, что все мы прошли без повреждения. В межсезонье было приобретено три футболиста. Как уже сказал Дмитрий Торбинский, у нас получил небольшую простуду, его, к сожалению, сегодня нет. Стефан Странберг, это центральный защитник из команды «Русинборг», который нам присоединится в ближайшую неделю. И Федор Смолов, которого, я думаю, все прекрасно знают, данного футболиста. Могут ли быть еще приобретения в данном месте сезона? Ну, скажем так, на 99,9% мы свою задачу по предмету футболистов выполнили. Но если вдруг будет какое-то предложение, устраивающий футбольный клуб, наверное, такое может случиться. Спасибо вам еще раз за то, что вы пришли. Готовы ответить на ваши вопросы. Какие задачи будете ставить на сезон перед штабом тренерским и, собственно говоря, командой в целом? Если говорить о розыгрыше Лиги Европы, естественно, тоже и чемпионата России. На протяжении всего времени, что мы работаем и играем в футбол, у нас всегда задача одна. В первую очередь, это хорошая игра. И я думаю, что люди, которые уже не первый раз на наших конференциях, слышат об этом каждый раз. Конечно, мы все время хотим улучшать свою игру и добиваться какого-то результата. Поэтому, скажем так, те задачи, которые мы ставим, естественно, мы хотим пройти как можно дальше, взять как можно высокое место. Но какие-то конкретные задачи ставить тренерскому штабу, но это не в наших правилах. Что касается Лиги Европы, в прошлом году мы играли в группы. Конечно, мы хотим как минимум повторить, а если получится, выйти дальше. Все очень просто. Спасибо. Скажите, пожалуйста, по сравнению с летними сборами прошлого года, эти прошли по той же системе или вы внесли определенные изменения в систему подготовки? Да, мы внесли изменения. У нас был больший объем запланированной работы. В связи с тем, что проанализировав концовку чемпионата, мы поняли о том, что нам нужно увеличить объем работы, увеличить интенсивность и силовую работу. Но все это связано было в большей степени в работе с мячом. Также мы провели больше игр, чем в прошлом году. И меньше было паузы между играми. То есть достаточно два сбора очень интенсивных. Мы не ставили большой цели в этих играх, что касается результата. То есть мы ставили задачу выиграть, но не подводили футболистов под определенную игру. Все игроки играли под нагрузкой. И что нам удалось, это удалось то, что практически каждый игрок у нас провел очень-очень много игрового времени. Больше, чем 45 минут, практически 70, 90. Некоторые игроки практически за 5 игр они провели 4 игры по 90 минут. То есть это достаточно хорошо для подготовки. Последние две игры мы уже сбросили нагрузки. И здесь мы уже пробовали определенное сочетание извеньев и линиях. Ну и, конечно же, что касается командной игры, конечно, мы уже настраивали игроков на результат. То, что мы сыграли две ничьи, но по результату, да, это может быть неудачно, потому что мы хотели победить, но мы забили два гола с Аустрии и Вены. Были очень много моментов в игре с Атлетик Бильбао. И по качеству эта игра достаточно очень положительная. Я думаю, была во всех аспектах, и в отборе, и в атаке. Поэтому, конечно, мы, еще раз говорю, всегда ставим целью победить, показывать футбол, хороший футбол, но и побеждать при этом. Первый сбор, признаюсь, где для меня, как для тренера, ни разу не победил ни в одном споре. Но тем, конечно, мы будем более мотивированы перед началом чемпионата. Если бы не злосчастный фэр-плей, была бы трансферная политика более активной? Аршавин подписал контракт с Кубанью. Не было ли желания иметь такой игрока у себя? Как вы вообще это событие прокомментируете? Спасибо. Начнем со второго. Аршавин на футбольный клуб Краснодар и тренерский штаб и просто не рассматривал. Это чтобы было четко и понятно. То есть все эти домыслы, которые были в средствах массовой информации, они не имели под собой никакого основания. Мы не разговаривали, не вели переговоры, ни с зенитом, ни с самим парнем. То есть это такого не было. Это первое. Ну вот так прям злосчастный фэр-плей, мне страшно стало. Ну ничего там такого страшного нет. И скорее всего, ну наверное, может быть, мы бы кого-нибудь купили. Но на самом деле мы это уже понимали в марте и в апреле месяце. Поэтому мы готовились и подбирали футболистов с условием тех ограничений, которые были наложены. Поэтому мы не считаем, что мы как-то меньше усилились или еще что-нибудь такое. Ну наверное, если этих ограничений не было, то мы бы обратили внимание на футболистов, которые стоят денег. Сложно комментировать. Если учитывать тех игроков, которые ушли по окончании прошлого сезона и учитывать те, которые пришли, то скамейка не увеличилась Краснодара. Вы говорите, что в принципе трансфер Краснодар на 99% уже закончил. Но я вот вспоминаю сейчас интервью президента клуба, который в конце сезона заявил, что именно не хватило скамейки. Как-то объясните эту ситуацию. Так скамейки хватает все-таки? Максим, но если вы, а вы бываете на матчах, я вас часто вижу, вы должны помнить и знать, что у нас были травмированы господин Жуазинио, Артур и Инжечи. Два человека из 20, это уже 10%. Поэтому мы считаем, что теперь эти ребята в полном здравии и в строю, то есть это тоже две единицы, которые мы добавили. Поэтому если помнить окончание чемпионата, то у нас получилось так, что Артур не играл, Жуазинио не играл, получил травму Газинский, был травмирован быстрого Вова. Вот четыре человека из того состава, который было. Плюс, наверное, главному тренеру виднее, кто на поле может решать какие-то определенные задачи конкретно по данной игре. Поэтому так получилось. Сейчас, на сегодняшний день, мы имеем 17 полевых футболистов. Что, в принципе, считаем вполне достаточно высококвалифицированные люди, которые могут сыграть на три фронта. 99% окончена трансформная кампания, ну, наверное, может кто-то еще быть, скажем так, но не более одного футболиста. По-моему, вопрос не совсем футбольный, достаточно серьезный, но прежде чем задать его, я хотел бы немножко поднять настроение сегодняшнего новобранца. От имени редакции нашей газеты мы вашему новичку дарим вот такую кружечку и желаем, чтобы почаще вы так вот показывали пальцем вверх. Как поле чудес у нас уже. Сезон прошел действительно удачно, я совершенно с вами согласен, что это, ну, не то что один из лучших, я бы сказал, лучший сезон пока в истории Краснодара. Как вы считаете, менеджмент, вот не команда, не тренерский штаб, а менеджмент клуба, как отработал этот сезон, это первое. И второе, насколько отражается на бюджетной политике клуба то, что вы сейчас вот заняты строительством собственного стадиона и плюс еще академии. Я понимаю, что это самая структура, но все равно худо-бедно они пересекаются. Ну, знаете, наверное, оценку отлично, когда человек себе ставит, то, в принципе, можно идти на пенсию и заканчивать с работы, это первое. Наш президент, человек, который во всем должен добиваться успехов, как сам в своей личной работе, так и рядом окружающих. Поэтому, поверьте, есть еще куда совершенствоваться. Если какую-то оценку ставить, ну, наверное, можно сказать, 3 с плюсом, наверное. Может быть, там около хорошо, но никак не больше. Потому что и фэрплей, который, скажем, навел санкции на футбольный клуб Краснодар, я тоже, ну, не скажу, что наши какие-то просчеты, но все равно, я думаю, что можно было в какой-то момент и сработать получше. Что касается стадиона, то по новым правилам, которые сегодня УЕФА представил клубам, то траты, которые тратятся на стадион, они будут исключены из релевантных расходов футбольных клубов. Потому что это слишком большие затраты. Один налог на имущество, который на недвижимость, это очень большие затраты, если будут ложиться на футбольный клуб. Поэтому в данном случае УЕФА пошел на встречу клубам и расходы на стадион, они будут нивелироваться. Как вас приняли в команде, какие первые ощущения? И не беспокоит ли вас, что ваш единственный гол на сборах отменил суде? Приняли меня очень хорошо, очень тепло, за что большое спасибо всему коллективу, начиная от футболистов, заканчивая персоналом и тренерским штабом. Ощущение такое, что я не месяц нахожусь в команде, а как будто уже пару лет. Мне очень комфортно, очень теплая атмосфера внутри. А по поводу гола, ну, не знаю, на самом деле там не было офсайда, я еще на поле это видел, как раз в самом момент того действия, которое происходило, собственно. Не знаю, я считаю, что все-таки, наверное, важнее голы в официальных матчах. И надеюсь, что они впереди и в большом количестве. Лучше с Романом, чем без него. Вы как-то перестроили схему, тактику именно в центре поля, либо у вас есть какой-то конкретный игрок под его позицию? Роман Широков, конечно же, очень много для нас делал. И большой вклад внес в успех команды. То, что его сейчас нет, ну, конечно, в какой-то степени это ощущалось в первых играх товарищеских непосредственно, потому что все-таки взаимодействие было налажено. И в связи с тем, что у нас не так много было времени на подготовку, поэтому мы сделали достаточно, можно сказать, много игр на этот период. И я думаю, что вот непосредственно в концовке сбора, вот эти две игры, они уже внесли определенное взаимодействие, которое, я так думаю, что будет и дальше еще развиваться на более высоком уровне. Поэтому, конечно, есть такая поговорка, незаменимых нет, но я могу сказать, что они всегда есть. Потому что каждый из футболистов, он по-своему индивидуален. И нужно время для того, чтобы уйти, например, от тех реалий, которые были в прошлом. Вот Федор играл за Урал. Я думаю, что достаточно непросто сейчас Уралу играть в нападение, потому что он определенную роль, очень серьезную играл в Урале. Это в любом клубе нужно определенное время для того, чтобы наладить взаимопонимание, взаимоотношения и, конечно же, игру. В связи с непонятной, так сказать, непонятной ситуацией, касаемо легионеров, то есть 6 плюс 5 будет на поле или 7 плюс 4, какой вариант наиболее удобен для Краснодара и почему? Определенное неудобство, что касается непосредственно меня, как главного тренера. Когда идет игра, то всегда надо думать не только о том, в каком состоянии находится футболист во время игры, но и думать про лимит, как бы не ошибиться. В этом есть тоже определенный дискомфорт работы. И 6-5, 7-4, конечно, это не есть хорошо по ходу игры для результата команды. Вообще, я уже неоднократно говорил о том, что я не сторонник лимита. Поэтому это вам судить. А что касается 10-15 или же нет лимита, который, например, не был бы вообще, то я думаю, это в более степени было позитивней для всех клубов российских футболистов. Вы очень извительно прокомментировали невключение некоторых футболистов в последний раз в соцсети. Скажите, а что, с Капелло действительно очень трудно работать, и после таких слов вряд ли уже Капелло вас точно вызовет, если он вообще кого-нибудь вызовет? Какая ситуация была в сборной в последнее время? На тот момент мы выполнили задачу и вышли на чемпионат мира, поэтому, в принципе, все было благополучно. Вызовет или не вызовет, я всегда говорил, что вызывать того или иного игрока – это прерогатива тренера. Поэтому стоит об этом помнить, но в то же время стоит помнить о том, что он в первую очередь ответственный за результат команды. У меня вопрос к Олегу Георгиевичу. В премьер-лиге вам стартовать с Самкаром и первой домашней мастерой Спартаком. Как оцениваете именно такие результаты жеребьевки, и были ли у вас какие-то предпочтения в отношении старта? Под любым календарем можем играть с любым соперником, поэтому то, что сейчас такое жеребие, нас абсолютно не волнует. Мы настраиваемся на любого соперника, поэтому спокойно подходим к подготовке. Так же, как и готовим определенный состав, исходя из готовности на данный момент игроков, как они провели сборы, тоже делаем выводы. Поэтому все идет в штатном режиме. Для нас самое главное – это, конечно же, удачно начать сезон. На ваш взгляд, вообще лимит в состоянии, заставите кого-то вырастить игроков или нет? Чем Федор Смулов будет лучше, может быть, лучше, полезнее, чем Мария Ивандерсен на поле? – Полезность игрока заключается в его коэффициентах полезного действия. Это как он будет играть в атаке, как он будет играть в отборе. И требовать, например, от Федора, чтобы он в каждой игре забивал голы, и мы будем аплодировать. Да, возможно, кто-то, может быть, и согласен на это. Но у Федора достаточно, он знает об этом, глубже функции на футбольном поле. Поэтому меня интересует непосредственно, как он будет играть в позиции и приносить пользу кому-то. А если он не будет забивать, но будет лучше играть и Ари, и, как бы сказали, Ивандерсена, то, конечно же, он будет играть в составе, принося победу команде. – Как обстоят переговоры с Порту по сохранению Марата Измайла? Очень интересно. – Мы ведем диалог. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность. И надеюсь, что Марат может нам присоединиться. – Вопрос по Стефану Странбергу. Этот футболист российской публике достаточно неизвестен. И, как я понимаю, что он еще ни разу не сыграл в команде с Краснодаром. То есть в деле вы его не видели. Олег Георгиевич, можете рассказать, чем был обусловлен этот выбор? Почему вот так вот взяли футболиста этого? В чем его преимущество вообще? – Ну, в первую очередь, опять же, мы смотрим на наш результат команды. Да, у нас достаточно ровно провели игроки линии защиты. В первую очередь центральные защитники в сезон. Александр Мартынович, который у нас был вице-капитаном, он в меньшей степени играл. И разговаривая с ним и видя, как он работал, то, конечно, я понимал о том, что ему надо играть. Он основной игрок сборной Беларуси. И неоднократно мы с ним разговаривали. И, конечно, он хотел бы играть больше игр, проводить в стартовом составе. Я об этом говорил руководству, что есть определенная вот такая позиция игрока. Это первое. Второе, что, конечно, мы анализируем каждую позицию. Наш селекционный отдел очень серьезно работает. И постоянно дает определенных футболистов, которые могли бы усилить нашу игру. И нам, конечно же, надо двигаться в этом направлении. И, посмотрев Страмберга, то мы увидели, что этот футболист достаточно зрелый футболист. Он на свои 24 года, что касается защитника, и с хорошей мотивацией хочет играть в нашей команде. И понимает, что он едет под двух серьезных центральных защитников. Все-таки гранд-прист игрок сборной Швеции, который очень удачно сейчас играет. Вы знаете сборная Швеции, также сборная Исландии. Открытие, наверное, европейского сейчас отборочного цикла. И Сигурс он проводит все игры также. Но он твердо заявил о том, что я готов конкурировать и приносить пользу команде. Посмотрев непосредственно, как он играл, и под ту модель, что мы играем, то, конечно, он нам подходит. Вот, в принципе, из этих соображений мы исходили, приглашая. Плюс еще давайте не будем забывать, то, что этот игрок свободный агент. Федор, вот я хочу, чтобы вы сейчас представили, что вы главный тренер. В каких компонентах нужно прибавить конкретно ФК Краснодар, чтобы добиться еще больших успехов в этом году? В этом году? Ну, я единственное могу сказать, скорее, наверное, по прошлому сезону, так как я был сторонним наблюдателем, выступая за другую команду. Мне, честно, казалось, что, ну, во-первых, помимо того, что мне очень импонирует игра Краснодара, и то, что вот эти передачи, выход из-под прессинга, такой не свойственный футбол, да, для нашей страны, скорее всего. Ну, мне бросалось в глаза, что не хватает, скажем так, вот глубины атаки, то есть вперед вот открывание больше. Вот у игроков линии атаки. Ну, мне так со стороны казалось, как у футболиста. Скажем так, что с добавлением вот этого элемента игра станет еще более разнообразной и еще более тяжелой для соперников. Федор, вам вопрос. Во-первых, вы сейчас провели отличный сезон в Урале, но до того, как вы не забивали, вас Капелло вызывал. Сейчас вы начали забивать, перестал вызывать. И вот Кокорин переживает сейчас, как будто обратно его всем вызывает. Как он переживает вот этот момент свой безголов, как-то его поддерживать и по своему собственному опыту. И как сами реагируете именно на Капелло, то, что продолжение вот этого игнорирования и к ситуации вокруг, то есть завтрашнему исполкому, как-то ожидаете его? Ну, про Кокорину, наверное, вопрос уместнее задать на пресс-конференции «Динамо», когда будет она встреча с борельщиками. А по поводу того, что вызывает меня или не вызывает Капелло, ну, я честно скажу, что переживал по поводу того, что не попал на чемпионат мира год назад, а если, ну, сейчас любой не вызов для меня как бы не становится трагедией, потому что ничего специального и нового не происходит. Как-то так. Ну, еще раз, Федор Смолов, 90 номер, долинку, снаряд. Спасибо. 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 Спасибо.